13 января особенный день для российской печати. Благодаря указу Петра I в свет вышел первый номер газеты в России. Произошло это 310 лет назад. В 20-м и 21-м веках на смену шуршающему звуку печатной продукции пришли новые технологии. Необходимую информацию можно узнать в интернете, по радио и телевидению. Так что же сегодня узнают из газет, выяснил Кирилл Асанов. В вашей жизни играет роль газеты или печатной продукции? Ну да, конечно. Конечно. Ну это естественно, тем более, что мы выросли в то время, когда мы жили на книгах, на газетах и на всем на свете. Поэтому, естественно, до сих пор покупаем, до сих пор выписываем. Ну мне это не интересно. Читаю, выписываются мне, я инвалид. А не, я не читаю. Информацию получаешь нужную, что-то новое узнаешь. Все равно местная даже газета, ну выписывает свекровь у меня, читаем. Мимоходы, мимоолетом. Самолетом, пароходом. Вот так вот. Почитал, да и все. В основном телевидение. Я очень люблю читать книги. А газеты? Комсомольскую правду выписываем, то Апсинские вести. Комсомольская правда, это сплетница типичная. Вот, кроме жизни, знаете, там Алла Пугачева, Киркоров и все-то типа тому подобное. Больше там ничего читать. Там нечего читать. Ну я читаю газеты, получаю оттуда новости, кроме телевизора еще, да. Опять же, книги читаю очень много, в отличие от современной молодежи. Поэтому я хочу поздравить работников типографии, писателей, газетчиков.